здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала вновь прибавшие случайно заглянувшие я вас всех приветствую меня зовут эрсен спасибо вам большое за лайки за комментарии за ваши теплые слова девочки мальчики в свободное время стараюсь все читать расклад на одну позицию сегодня будет и он тему будет у него мысли чувства вашего партнера по поводу вас просили очень сделать расклад такой поэтому мне собственно говоря не жалко поэтому давайте посмотрим посмотрим сигнификацию сейчас ваших отношений а потом посмотрим мысли и чувства вашего партнера и действия до посмотрим уже действия будут какие-то от вашего партнера смотрим мысли в данные и чувства в данный момент времени вот когда вы смотрите данный расклад вообще не не вообще что он чувствует да вот именно сейчас в позиции сегодняшнего дня когда вы смотрите данный расклад что у него за мысли и чувства какие что сейчас на данный момент в ваших отношениях с вашим Загаданным партнером. У вас здесь подвешенная ситуация. Повешенная вышла. То есть у вас здесь ситуация, когда люди могут быть в паузе. То есть они не общаются по какой-то причине. Может быть у вас был какой-то конфликт. Не договорились. Каждый остался при своем мнении. И, собственно говоря, даже сейчас каждый молчит. Это может быть разрыв уже длительный. Но точка здесь как бы не поставлена. Как я говорю, незакрытый гешталь здесь может быть. Здесь люди могут быть разных наций, разных вероисповеданий. Такое здесь может быть. Отношения могут быть тайного характера. Здесь тоже карта вышла. То есть здесь сейчас люди, я бы сказала, что друг про друга мало что знают. Что-то у вас здесь резко произошло. То есть какой-то конфликт по тузу мечей. Либо кто-то кого-то отрубил здесь просто, поставил точку резко и бесповоротно. Либо это просто, может быть, что-то произошло. К примеру, бах, и заблокировал человек ни с того ни с сего. Либо бах, ушел в какую-то нирвану у себя. То есть какая-то вот такая ситуация. Здесь, знаете, как поступок партнера, который ушел в молчанку, был глубоко эгоистичный. Вот здесь карты так говорят. Во-первых. Во-вторых, здесь очень много старших арканов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять старших арканов здесь. Это такой вот судьбоносный период ваших отношений сейчас. Эти отношения у вас не просто так в жизни получились, сложились. Вы через эти отношения проходите какие-то уроки, да, с такой вот не всегда приятной, так скажем. Вы человек, который умеет любить. Вы человек, который умеет заботиться. Вы очень самостоятельны. Вы сияете, как солнышко вы наполняете. У вас такая очень светлая, теплая энергия. Вы, скорее всего, рано пошли работать, чтобы ни от кого не зависеть. То есть, может быть, подрабатывали со школы, либо там учились, работали. Как-то вот, ну, здесь рано работали вы. А здесь, по этой карте, которая здесь выходит, здесь вы какое-то время были в состоянии жертвы. Не хотели, точнее говоря, может быть, и хотели решать, но не видели, как это сделать. Да, вам казалось, что вот как будто вы в тисках и ограничения какие-то, которые от вас не зависят. Но человек здесь всего сам добился. То есть, знаете, вот есть такие люди, которые вот баллы внесут бы, им всё вот. Иногда смотришь и думаешь, вот ничего вроде не делаю, так как сыр в масле катается. Вот эта история не про вас. Здесь вы прям вгрызались, чтобы что-то получить. И всё, что вы на сегодняшний день имеете, это всё благодаря себе. Ни маме, ни папе, ни мужу, ни родителям. А именно это то, что делаете вы и ваши действия. Здесь вам манна небесная с неба не падала, нет. Но сейчас вы человек очень ресурсный. Вы вообще на самом деле человек очень ресурсный. И казалось бы, когда бывают такие ситуации в жизни, да, то есть вот вы в тупике и всё, и не знаете, что делать дальше. Но каким-то, знаете, таким волшебным образом здесь у вас всё разруливалось. Здесь вот казалось бы, что всё тупик, а нет, да, получается, что у вас поворот, а не тупик. Вот такая ситуация. Здесь у вас очень хорошая связь с высшими силами. Здесь человек, может быть, обладает какими-то эзотерическими способностями, знаниями, умениями, навыками. Либо просто у вас здесь хорошо развита интуиция. Вы можете получать информацию через сны, через знаки. В общем, здесь за вами высшие силы наблюдают. Они вас куда-то введут. Вот, самое главное, что, да, не пропустите какие-то подсказочки, которые они вам дают. Больше, кстати говоря, бывайте на свежем воздухе. Здесь вам тоже такая подсказочка, что вам больше надо где-то вот гулять. Даже просто вышли там, не знаю, на полчасика прогулялись возле дома, подышали свежим воздухом, и уже вам будет хорошо. Вот, здесь человек, говорю, обладает какими-то знаниями. Он сейчас может, вы сейчас можете обучаться чему-то, вот, либо планируете это сделать глубоко интуитивным. Вот, да, самое, что интересно, я говорю, вы умеете любить на самом деле, да, вот некоторые люди говорят, я люблю, но не понимают, что это такое. Вот, вот вы здесь, вы умеете любить, именно на самом деле любить и дарить эту любовь. Вы эмоционально открытый человек. Есть люди, да, эмоционально холодные, эмоционально закрытые. Здесь человек, который умеет и любит это делать. Даже, может быть, да, вот вы любите делать какие-то подарки вашим любимым. Ну, да, вы человек семейный, у вас есть семья, да, вы и ребенок, это тоже уже семья. Просто мне некоторые пишут, нет у меня никакой семьи, да, а вы и собака, это как бы тоже семья, то есть вы уже не один, да, то есть у вас уже есть какая-то ваша хоть маленькая, но семья. И у вас есть, вы чтите какие-то, может быть, семейные традиции, занятые сейчас семейными делами, может быть, детьми заняты, там, родителями, ремонтом, что-то вот такое. То есть и вообще для вас семья – это главное, да, то есть одна из главных каких-то областей вашей жизни. Вот, своя собственная семья, которую вы создали, либо семья, в которой вы родились. Семейные корни, семейные традиции, опять-таки здесь у вас есть поддержка вашего рода, здесь тоже. То есть не забывайте благодарить ваш род, потому что он вас оберегает, охраняет, дает вам какие-то подсказки. В вашей жизни есть любовь, здесь ничего не могу сказать, есть, вот, любовь вышла сама, сама любовь вышла. Любовь сейчас на вас чего-то злится, но опять-таки, может быть, потому что подвешенное состояние, вы ничего не делаете, да, вы, может быть, тоже, то есть человек бездействует, и вы решили, что вы тоже будете бездействовать. Поэтому здесь вот ваша любовь немножечко здесь на вас злится, вот такая ситуация. То есть в отношениях, что у вас, ну, пока тупик, непонятно, что в ваших отношениях, то ли они будут продолжаться, то ли, как бы, это всё уже и можно забыть, то ли ждать этого человека, то ли не ждать. То есть вот какая-то ситуация, и по этой карте отношения не развиваются, всё, тупик. Так, скорее всего, говорю, здесь уже либо длительная пауза, либо вот просто, да, люди, ну, я не вижу просто по этим картам, как будто, чтобы люди общались. Хотя здесь уже может начаться какое-то потепление у кого-то, такое может быть. Ну, здесь есть рамки ограничений, вот, не знаю, может быть, закрытые границы, закрытые города, может быть, у кого-то здесь, говорю, какие-то тайные отношения. То есть здесь в ваших отношениях есть ограничения. Не знаю, это может быть, я говорю, расстояние, может быть, там третьи лица в ваших отношениях, что-то извне. У кого-то здесь может быть любовный роман на работе И вот эти рамки Например, начальник и подчинённый То есть что-то есть, что сковывает С ситуацией неопределённости Имеет место быть ваших И смотрите, у вас очень много старших арканов Я говорю здесь Вы с вашим партнёром загаданным Встретились не просто так И однозначно могу сказать Если вы ломаете голову паузой Это или не конец Это не конец Так, давайте посмотрим Мысли вашего загаданного партнёра Что ваш загаданный партнёр В данный момент времени В момент просмотра Вот в этот день, когда вы смотрите расклад Какие мысли у вашего партнёра По поводу вас Во-первых, здесь опять показывают Карты, что есть вмешательство третьих лиц Карта треугольника, карта родни То есть здесь, смотрите Есть вмешательство Есть люди, которые вмешиваются в ваши отношения Это могут быть родственники какие-то К примеру, там взрослые дети Либо там родители, которые против отношений Либо там действительно треугольник какой-то Что у вас, например, у вас классический треугольник К примеру, классический треугольник Вы и ещё два партнёра Либо у него два партнёра Одна вы и второй ещё То есть здесь вот такая ситуация Просто иногда часто мне говорят, что треугольник Это не всегда классический треугольник Это может быть, я говорю, взрослые дети против родителей Что вам не нравится детям Что его родитель выбрал какого-то человека Они считают, что по их мнению он не подходит им Либо там мама считает, что там мои детятки Вот эта вот женщина не подходит Очень часто такое бывает Поэтому здесь вот он думает про это Про то, что есть третий человек в ваших отношениях Что было вмешательство в ваши отношения Что не дают здесь как-то вам быть вместе Это да Думает про вас, конечно, думает Здесь карта бланка женщина, карта бланка мужчина То есть он думает и про себя И про вас И здесь ситуация такая, что Раз вышли карты бланки Это человек думает о вас Постоянно крутят в голове эти мысли Это не такое, когда подумал и всё и забыл Нет Здесь человек очень много про вас думает В течение дня мыслями к вам возвращается Но опять-таки здесь треугольник Либо вы были бывший муж и жена Либо вот карта правосудия Это указывает Может быть у вас какие-то сейчас казённые с ним дела А может быть просто карта правосудия У кого нету казённых дел Здесь у него просто опять-таки взвешивание Всех за и всех против Потому что тени прошлого Потому что он думает про эту ситуацию Которая между вами произошла Крутит, вертит её Обмусоливает И не знает, как поступить правильно С одной стороны он хочет наладить с вами контакт Он думает по поводу письма По поводу того, как бы проявиться к вам То есть мысли у него такие есть Человек хочет здесь какого-то контакта с вами наладить Потому что ему как-то радостно Вы привносили в его жизнь какую-то радость Ему с вами легко было Ему с вами здесь было комфортно Да, как-то вот он чувствовал себя как ребёнок Может быть вы не навешивали на него Какие-то обязанности, обязательства Ему прям вот с вами было очень хорошо Он это вспоминает, он это не забыл Вот, с другой стороны Он сейчас понимает, что Да, есть третий человек в ваших отношениях У него есть своя зона комфорта В которой он сидит в карте Вот болото, я сижу здесь, мне тут хорошо Вот, причём как-то болото и расчёт у него Да, эти две карты рядом Он такой глубоко расчётливое болото у него, так скажем Да, ему там удобно Ему там сейчас выгодно Вот, и он понимает, что вы карта карнавала Да, вот вы здесь оба в маске Вы не показываете истинного отношения к друг другу Вы не показываете истинных чувств Даже если вы сейчас по этой карте видитесь Да, то есть вы транслируете во внешний мир Не то, что есть на самом деле Это его мысли такие, да Что вот он об этом думает Что вот всё не так, как показывается Да, что здесь по-другому Ему хочется заботиться о вас Хочется И, собственно говоря, ему хочется, чтобы и вы о нём заботились Да, здесь такие вот мысли у него об этом есть Но, с другой стороны, у него здесь обида ещё на вас есть То есть он думает о том, что как же вот так вот Со мной так поступили Со мной так нельзя Это какое-то, да, задетое вот эго у человека То есть каким-то образом, либо действиями какими-то, либо наоборот Бездействиями своими Вы здесь человека немножечко, ну, шапку-корону сбили, да И вот он сейчас такие вот у него мысли То есть есть проскальзывают мысли Как она так могла, как она так поступила Вот надо здесь как-то ужалить, подколоть Сделать ей немножечко больно Такое вот, да Он думает, он весь в иллюзиях здесь В фантазиях по поводу вас Он здесь однозначно не забыл Он скучает здесь Да, и знаете, с одной стороны Он даже думает, у него такие мысли Чтобы как бы она пришла бы, мне помогла бы Вытянула бы меня из этого болота Причём самое, что интересно Когда вы начинаете эти делать, да Вы, скорее всего, здесь уже помогали ему Либо как-то давали какие-то советы из своего болота Вылезти Он их не послушал, да И вот он сейчас то же самое То есть он хочет вылезти из этого болота Он хочет, чтобы как-то вы ему помогли Но это просто мысли, да Когда вы действительно начинаете эти делать Он начинает упираться Да, по-моему, что у него выбор Вот понимаете, я стою на выбор Я не знаю, что мне делать И отказаться от вас не хочет И мечтает, и вспоминает Тут и страдает, да Но стоим на выборе Потому что, опять-таки, есть здесь вмешательство Человека какого-то третьего Во-первых Во-вторых, здесь он очень, знаете, как На материальный мир подвис человек Очень материалист Очень важны ему денежки Очень важен статус человеку Да, показывать Какой вот он, я такой статусный Как-то хочет доказать всем Что он, да Не ноль без палочки Хочет постучаться в вашу дверь Здесь хочет Здесь у него Ну и карта любви, да Здесь и надеется на встречу, понимаете Здесь вот у него Проблемы, кстати говоря, могут быть у него Со здоровьем Либо у него, либо у кого-то из его семьи Здесь могут быть проблемы со здоровьем Надеется на встречу Чувства у него есть Хочет постучаться в вашу дверь Даже может думать о каком-то подарке Но, говорю, здесь он стоит на выборе Вот он до конца не решил Ему и хочется, и колется Вот такие вот у него мысли про вас Я хочу Я вспоминаю Я не забыл Есть чувства Но стою на выборе Потому что есть здесь еще Третье лицо Давайте посмотрим чувства человека Какие чувства у вашего загаданного партнера В отношении вас Какие чувства Чувства есть Но ему тяжело от этих чувств Понимаете Вот И у него жизнь поделилась на до и после вас Во-первых, здесь такой у вас человек Знаете Ну, так скажем Ему постоянно надо натирать корону Ему надо постоянно как-то взращивать его значимость Да, то есть вот он любит Когда признают его какие-то заслуги Такой эгоизм, да, чистой воды И вот это вот раздутое эго у человека есть Ну вот, да, я хочу быть победителем по жизни Кто рядом с ним, самое что интересное Да, вот он на коне А любит, когда люди, которые находятся с ним рядом Они все время получаются как будто под копытами этого коня Да, то есть у него вот такая ситуация Он даже, кстати говоря, этого не замечает То есть для него это в порядке вещей Карта влюбленный Да, чувства к вам есть Есть чувства к вам И он хочет начать движение в ваших отношениях Здесь вы сейчас, скорее всего, на расстоянии Да, он думает по поводу дороги к вам Начать, да Какие-то действия у него есть Но ему тяжело У него есть чувства к вам Но от этих чувств ему тяжело Он бы хотел от них избавиться И знаете, есть такой фильм, да Будь проклят тот день, когда я сел за баранку Этого пылесоса Вот у него здесь то же самое Он даже думает, зачем вообще Вот она пришла в мою жизнь Или он пришел в мою жизнь Лучше бы вообще не приходил Потому что мне тяжело от этих чувств Здесь человек мог, знаете, как Думать, что Ой, вот очередной раз Да забуду, да ничего страшного Там еще сто пятьдесят сот таких И он мог даже вам такое говорить Да кому ты там нужна Да, там забуду тебя Да-да-да-да-да Знаете, вот такие вот какие-то фразы А тут он в течение времени сейчас понимает Вот смотря у кого сколько этот повешен Да, какая длительность вашей паузы Здесь человек понимает, что он забыть-то вас не может Понимаете, что вот он то, что там говорил Может быть, или наоборот не говорил То, что он там как-то обесценивал вас Ваши отношения И он понимает, что здесь-то был неправ Да, и вот Но ему проявиться по этой карте Понимаете, вот если он проявится Он осознает то, что как бы В его голове это, да Что он как бы проиграет Что вот, да, вы можете там сказать Ну вот, говорил одно А что пришел, да Вот как-то вот так То есть для него вот он этого боится Что если он проявится Если он что-то будет делать Здесь вот вы можете, знаете, сказать Ну ты же говорил, что я такая сякая Ты же говорил, что я такая плохая А что же ты ко мне пришел Поэтому ему от этих чувств Да, от этих чувств ему больно Он пытается закрыться Ему тяжело Что он еще к вам чувствует Здесь, я говорю, здесь у человека Понимаете, он боится очень своих чувств Он от них уходит Он от них закрывается Он видит вас таким человеком, знаете Который серпом по яйцам Я извиняюсь, такая вот Кто-то так говорит Просто такая информация идет Не знаю, кто так говорит Но вот прошла такая фраза Здесь он знает, что вы очень справедливый человек И вы просто так, знаете, здесь Для того, чтобы быть с вами Надо что-то делать Просто так прийти и сказать Привет, дорогая Да, вы тут ему и вот эти серпом Все сделаете Вот, во-первых Во-вторых, человек видит вас Очень ресурсным человеком Да, что с вами есть перспективы Что с вами есть какие-то тут Ну здесь еще и дьявол Смотрите как Он, кстати говоря, не случайно Не говорил вам, что вы его приворожили Потому что здесь человек на вас подвис Я бы вот так сказала Здесь человек на вас подвис Здесь у него зависимость от вас Созависим от ваших энергий Созависим от ваших каких-то проявлений Да, вот от вас Он может там уходить, приходить Что-то вам говорить, но все равно его тянет К вам здесь дьявол, понимаете Дьявол, разочарование У него здесь Здесь у него, понимаете Такие карты интересные Разочарование тут же Люблю, не могу Вот у него такие чувства Они из крайности в крайность Вот он борется, да Чувства с разумом у него Вот он хочет одно А по факту получается другое Здесь у него такие чувства Еще и карта смерти Здесь и туз кубков Ну у него здесь вообще Здесь его волтузит, девочки Вот смотрите, вы здесь его волтузит И смерть, и туз кубков Здесь у него и дьявол И пятерка Здесь разочарование Здесь у него чувства есть Но он, знаете, как-то не верит В возможность восстановления отношений Ему кажется, что все Это конец И поэтому я хочу закрыться от этого всего Не хочу здесь страдать как-то, да Но все равно тянет, знаете Все равно тянет человека к вам Да, был уход Я вот не знаю, что делать здесь Здесь кажется, что возобновить Ничего нельзя И он, в принципе, понимает Что вы где-то поступили правильно Что так себя сейчас ведете Что вы заняли правильную позицию Но у него здесь задето эго Я говорю, у него здесь люблю И не люблю И не хочу ее любить Но все равно любится Почему-то что делать не знаю Здесь у него вот так, понимаете Его прям эмоционально Нестабилен человек Ну опять сила, понимаете Вот и десятка мечей И обида здесь у него У него сейчас прям такой Либо у вас недавно Это все произошло Да, и он еще Вот такие вот эмоции деструктивные Они очень сильны Либо это вот давно произошло Но он до сих пор Это переварить не может Здесь вот такая вот ситуация Очень много подсознательных страхов Блоков у него Здесь луна У него боится сделать неправильный выбор Боится как-то выйти из зоны комфорта Потому что тогда потерять Свою шестерочку Жезлов Да, своего победителя Ну давайте посмотрим Будут ли от него действия Раз он такой вот у нас Нестабильный Да, ваш партнер Давайте посмотрим Будут ли от него действия Срок загадывайте свой сами Будут ли загаданы Срок действия От вашего партнера Будет ли загадан Срок действия От вашего партнера Здесь будут действия Да, здесь будут действия Но может немножечко позже Загаданного срока Здесь действия Однозначно будут Но здесь может быть Чуть-чуть попозже Загаданного срока Не так быстро Как хотелось бы Но действия будут Да Сейчас с него Он придет Может быть заговорить Кстати говоря По поводу финансов может заговорить по поводу детей, если у вас есть дети, да. То есть как-то вот у него какая-то причина будет. То есть он не просто так, он не придёт не извиниться. Если вы ждёте извинения, здесь вы не дождётесь. Он найдёт какую-то причину, чтобы начать с вами контактировать. Это могут быть либо деньги, говорю опять, да, либо деньги, либо это будут дети какие-то, что-то вот такое вот у него. Да, опять смотрите. Может быть, вы работаете вместе, или у вас какие-то денежные дела здесь. Ну, смотрите, одни деньги идут. Деньги, работа. Здесь придёт, он вспоминает. Я говорю, здесь он придёт, вспоминает. Здесь будет возврат, да. Восьмёрка кубков, возврат. Да, здесь он будет действовать, но здесь подождать надо. Здесь две карты ожидания, то есть не так быстро сейчас. Почему не сейчас? Почему не сейчас? Потому что он закрыт. Да, потому что он закрыт. Карта закрытости, всё. Поэтому имейте в виду, да, что сейчас человек закрывается, сейчас он не готов, сейчас он стоит на выборе, поэтому действий в загаданный срок здесь не будет. Но будут позже. Будут позже, да, подождёт. И вот здесь эта карта говорит, что действия, да, 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 действия здесь однозначно будут. Придёт мириться с вами человек, придёт прояснять ситуацию здесь, но придёт как император. Имейте в виду. То есть если вы ждёте от него каких-то извинений здесь, чтобы там человек осознал свою вину, признался, где-то его здесь не будет. Поэтому здесь сами смотрите, да, быть вам с таким человеком или не быть. Вот такой вот получился расклад. Девочки и мальчики, я вас всех люблю, всех целую, здоровья вам, вашим детям и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин